Многоквартирный дом – это живой организм, за которым нужен постоянный уход. Помыть, подкрасить, подштукатурить, а где-то и вовсе заменить. Это задача управляющей компании. Но что делать, если она не справляется со своими обязанностями? В подъездах был мусор, грязь. Мусорные баки стояли целыми днями, зла вонья. А еще самое главное – в подвале, в четвертом и пятом, постоянно с подвала шла вонь. Управляющая компания только собирала деньги. И все. Уборщица здесь работала 2-3 минуты. Вот у нас были камеры, мы в жалобу писали у ГЖН. Вот она заходит, через 2 минуты выходит с подъезда. Что можно убрать за 2 минуты? Полтора года назад дом отремонтировали, но с недоделками. Просьбы жителей довести все до ума управляющая компания «Благострой-С» благополучно проигнорировала. Незделанные входные группы, они вон проваливались. Немножко подмазали и этим окончилось. Соколь в здании вообще не крачивался. Помещение для контейнеров под мусор вообще не ремонтировалось. Ну а то, что на стенах, сами видите. А это через сколько появилось уже? Вот это появилось через год. Мы его приглашали в постоянном собрании. Вот, Ари, глядите, объясните, расскажите. Но диалог не получился. Тогда жильцы решили, нерадивую управляющую компанию нужно менять. Провели собрание собственников под протокол. Все необходимые документы передали в госжилнадзор. И уже с 1 мая на территорию зашла новая УК. Первым делом она проверила общее состояние дома. Сказали, что подвал у нас в ужасном состоянии. И вот первое, что вот здесь вот зловония были не один год. Мы несколько раз писали. Вот эта труба, которая сгнила, сгнила. И все, что текло по этим трубам, стекало в яму. И все поднималось наверх. Вот новая управленческая компания пришла и сразу же заменила трубы. Старая обслуживающая организация сдаваться не захотела и начала пакостить. За свой счет два года назад жильцы поменяли кровлю. А в мае на крыше обнаружили непонятные заплатки. Кто это сделал жителям дома понятным? Вот только вопрос. Зачем? Он переживает, что, как говорится, когда вы будете делать? Как итог, подрядчик, который занимался кровлей, снял гарантию. Жильцы со страхом ждут зимних холодов и сильных дождей. Ждали этого ремонта, подписывались и хотели сделать этот ремонт. Так что если управляющая компания не выполняет своих обязанностей, жульничает и не реагирует на претензии жильцов, меняйте ее немедленно. Тем более сделать это не так трудно, как, кажется, было бы желание. Шаг первый. Инициировать собрание собственниками или ответственными лицами. Шаг второй. Уведомить все стороны о проведении собрания. Шаг третий. Провести собрание с жильцами и УК. Шаг четвертый. Оформить протокол. Должно быть собрано больше 50% голосов от общего числа всех, кто недоволен своей УК и принимает участие в собрании. Шаг пятый. Передать подлинники решений и протоколов в орган госжилищного надзора, а копия в управляющую организацию. Законодатель выстроил процедуру таким образом, что есть ряд моментов, шагов, которые необходимо обязательно выполнить. Поэтому, как бы сложно не было, но задача выполнена. Уже с начала года у нас как минимум два дома сменило свою управляющую компанию. Это говорит о чем? О том, что это реально. По вопросам смены управляющей компании обращайтесь в департамент городского хозяйства. Администрация готова помочь. Элла Машир, Дмитрий Ярем, Александр Подубный, Белгород Медиа.